Палестинское движение Хамас и Израиль достигли договоренности относительно освобождения заложников. Хамас согласился с общими условиями сделки с Израилем, согласно которой движение освободит порядка 50 удерживаемых лиц в обмен на трехдневную остановку огня в секторе газа. Но между тем войска ЦАХАЛ продолжают точечную и целенаправленно операцию против Хамас на определенном участке больницы Аш-Шифа, в котором военные проводят поиск террористической инфраструктуры и оружия Хамас. Ранее представитель израильской армии заявил, что палестинское радикальное движение Хамас утратило контроль над северной частью газа. Итак, к нам подключается моя коллега Эльмира Мусазаде, она находится в Хайфе. Эльмира, здравствуй. Что сейчас можно сказать по поводу вот тех боевых действий, которые продолжаются в секторе газа? Какая есть информация? Да, здравствуй, Тели. Находимся мы уже в Тель-Авиве, мы достаточно мобильно передвигаемся по Израилю. Но в целом, на самом деле, нужно начать с того, что договоренности про освобождение 50 заложников пока достигнуто не было. Да, действительно, об этом писали наши коллеги-журналисты, в частности, коллеги из ABC, это американская телекомпания. Но подтверждения с израильской стороны мы не получаем. Наоборот, есть очень много критиков такого, скажем, пока что вброса, потому что, опять же, подтверждения никакого этого нету, потому что непонятно, что делать с остальными заложниками, которые на данный момент около 300 находятся в секторе газа, удерживаются боевиками Хамаса. И если освобождается 50, то что будет с остальными практически 250 людьми, которые до сих пор находятся в секторе газа. И ситуация очень и очень чувствительная. Тема заложников – это наиболее острая тема сегодня в израильском обществе, потому что главный нарратив и главное требование израильского общества – это чтобы все похищенные были возвращены обратно в свои дома. И в связи с этим вот как раз проходит масштабный митинг, который стартовал на кануле. Здесь, вот в Тель-Авиве, отсюда родственники, близкие похищенных, так же, как и волонтеры, отправились пешком до Иерусалима. Движение займет около четырех дней. Но вот таким образом они планируют привлечь внимание как израильского правительства, так и внешних игроков, особенно стран Запада, которые в данное время обвиняют Израиль в превышении мер по самообороне. И пытаются показать, что все-таки Израиль стремится и намерен вернуть всех задержанных, всех тех, кто находится в плену. И это, в том числе, согласно мнению большинства, наверное, тех, с кем нам удалось поговорить за это время, нахождение в Израиле, это подразумевает, безусловно, наземную операцию. Потому что мы сейчас видим, что активно ищут заложников, в том числе и в больницах. Вот было, которые находятся в секторе газа, было предположение, что они могут находиться в детской больнице. И там уже находятся израильские военные. И согласно сообщению пресс-секретаря армии обороны Израиля, там есть свидетельство того, что заложники могли удерживаться именно там. Помимо следов расположения и возможного нахождения там заложников, также обнаружено огромное количество боеприпасов, что говорит о том, что под землей, и вот эти кадры были тоже продемонстрированы, есть многоуровневый бункер, где укрывались боевики Хамас от обстрелов, от ударов. И сейчас в связи с наземной операцией, в связи с тем, что военнослужащие израильской армии уже находятся на местах, им пришлось покинуть свои бункеры и отойти дальше. На севере активно ведутся боевые действия, проходит наземная операция. И вот сейчас в том числе коллеги из Reuters сообщают о том, основываясь, безусловно, на сведениях, которые поступают в сектор газа, говорят о том, что в больнице Шифа также могут находиться израильские военные. Однако это не предполагает ведение боевых действий в этой больнице. Наоборот, говорится о том, что все-таки больница это не зона боевых действий. И там военные могут находиться, но они осматривают больницу на предмет нахождения там заложников. И пока что все-таки не находится подтверждение тому, что заложники могут находиться именно в больнице Шифа. Но активные поиски задержанных, которые находятся в плену у боевиков Хамаса, они продолжаются. Так же, как и продолжается активное ведение боевых действий. И вот мы не случайно выходим сегодня, подключаемся в эфир из Тель-Авива, потому что накануне обстреляли центр страны. И вот Тель-Авив, безусловно, который находится в этом центре. Это говорит о том, что несмотря на то, что активно ведутся боевые действия и наземная операция в самом разгаре в секторе газа, все равно обстрелы со стороны боевиков Хамаса проводятся, что говорит и подтверждает для израильского общества тезис о том, что все-таки наземная операция необходима, и боевики будут обстреливать мирные города Израиля до тех пор, пока не будут ликвидированы полностью. Но здесь вот интересная деталь в том, что сегодня, к примеру, обстрелы проводились в основном по югу страны, то есть по центру обстрелов не было, и одновременно по северу. Это подтверждает то, о чем мы говорили накануне, что Хизболла и Хамас могут действовать одновременно, в том числе и для того, чтобы создать определенную нагрузку для железного купола, который при одновременном таком залпе с нескольких направлений может все-таки пропускать некоторые ракеты. Вот сегодня, к сожалению, в Ашкелоне также не удалось сбить снаряд, либо же осколок попал на открытую местность, и сведений о пострадавших пока нет, но зданию нанесены серьезные повреждения, и в целом здесь нужно сказать, что эвакуация гражданского населения из Ашкелона, так же, как и с северной части страны, она полностью оправдана, и только во многом благодаря этому удается избежать большого количества жертв, которые могли бы быть в случае, если бы эвакуация не произошла. Также сегодня сообщалось, так же, как и накануне, были обстрелы Эй-Лата, и помимо этого также сообщалось о возможном проникновении беспилотного летательного аппарата, и вот сообщается о том, что американский эсминец мог его сбить, пока подтверждения этой информации мы не находим, но она активно обсуждается в социальных сетях, что говорит о том, что все-таки определенная часть угроз именно в этой части, в направлении Эй-Лата, она может оставаться, и это, безусловно, не может представлять серьезную угрозу, но определенные беспокойства вызывают, в частности, связаны они с тем, что, к примеру, если раньше поставки, в частности, азербайджанских нефти, осуществлялись в порт Ашкелона, то после начала боевых действий здесь, вот на юге страны, они были передислоцированы в порт Эй-Лата, и сейчас те обстрелы, которые происходят, безусловно, пока что не угрожают поставкам нефти, однако определенные все-таки волнения создают, об этом мы поговорили сегодня с экспертом в этой области, давайте послушаем, что он нам рассказал. Если Йемен, Хуситы продолжат свою атаку на Эй-Лат, то это окажет свое негативное влияние на возможность Азербайджана производить транзит своей нефти через Красное море. К примеру, несколько недель назад мы видели, как небольшой газопровод между Эстонией и Финляндией, болтик-коннектор, был подорван. Нужно учесть, что нефтеочистительные заводы, где перерабатывается нефть, купленная Израилем у Азербайджана, расположены в Хайфе, и если Ливанский фронт откроется и Хезбулла начнет обстрелы, то их целью будут именно эти заводы, действующие в Хайфе. Да, и здесь, наверное, нужно добавить, что, конечно, в случае, если будут обстрелы со стороны Хезбуллы, у которой действительно гораздо больше арсенала, если прошлые разы, вот примерно пару недель назад сообщалось о том, что у Хезбуллы могут находиться до 150 тысяч ракет и снарядов различного калибра, то сейчас говорится о новой цифре, которая гораздо-гораздо внушительной. Это 450 тысяч, что может создать, безусловно, определенные проблемы для севера Израиля. И столкновения с Ливаном у Израиля уже были, то есть есть определенные опыт ведения боевых действий, как рассказывали наши коллеги местные. В таких случаях снаряды могли долетать вплоть до Хайфы. И вот как раз про нее говорил нам в интервью наш эксперт. Безусловно, это создает новые угрозы, и ведение боевых действий на несколько фронтов существенно осложняет ситуацию. Поэтому сейчас все больше говорится о том, что вот это окно возможностей, которое создается для Израиля в результате такой активной и беспрецедентной поддержки Соединенных Штатов, которую мы сегодня видим, может включать в себя боевые действия с Хезбуллой, с тем, чтобы окончательно раз и навсегда решить эту проблему. Хотя вот сегодня коллеги из Reuters в том числе сообщали о том, что были переговоры между политическим руководством Ирана и Хезбуллы. А Хезбулла, как известно, является довольно проирански настроенной группировкой, где отмечалось, что это не в интересах ни Ирана, ни Хезбуллы начинать боевые действия. При этом вот в израильском обществе все-таки мнение о том, что такие постоянные обстрелы с севера не могут долго продолжаться, и нужно все-таки решить эту проблему раз и навсегда, решить ее полностью. Соответственно, здесь вполне вероятно, что все-таки боевые действия на севере между израильской армией и Хезбуллой будут вестись, особенно учитывая то, что сейчас они фактически ведутся. То есть сейчас есть обстрелы, вот мы накануне, находясь на границе, на самой границе с Ливаном, слышали пулеметные обстрелы, а также минометные обстрелы были произведены, и также курсировала авиация. Безусловно, это отнимает определенную часть сил у израильской армии, поэтому вот сейчас превуалирует мнение о том, что для начала нужно разобраться с Хамасом, и затем часть сил перебросить именно на север страны. Но здесь вот нужно сказать о том, что, безусловно, в таких непростых условиях Израилю нужна международная поддержка, ведь, как отмечал министр иностранных дел Израиля, у страны есть буквально 2-3 недели до того, как начнется сильное давление со стороны международного сообщества, и, соответственно, необходимо приложить все усилия для того, чтобы разобраться с большей частью проблем именно в этот срок, за этот период, и здесь для Израиля очень важна международная поддержка, и вот, как отметил наш сегодняшний эксперт, Азербайджан, с которым у Израиля очень тесные связи, который является, наверное, единственной мусульманской страной, которая поддерживает настолько теплые и тесные отношения с Израилем, может выступить в качестве такого очень важного в эти непростые для Израиля Дни союзника. Давайте послушаем, что он нам рассказал. Азербайджан – самый важный энергетический партнер Израиля. 50% израильского импорта нефти поступает из Азербайджана, и если раньше Азербайджан только продавал свою нефть Израилю, то сейчас страна налаживает свое физическое присутствие в Израиле, применяя технологии бурения при добыче природного газа. Если Сокар обнаружит газ в водах Израиля, то он будет экспортироваться в Европу, так как мы сами в нем не нуждаемся, у нас достаточно ресурсов. Это приведет к укреплению взаимовыгодного партнерства между нашими странами. Отношения в сфере энергетики не заканчиваются лишь в импорте азербайджанской нефти. Израиль также помогает обеспечивать транзит нефти через интерконнектор Европа-Азия. Таким образом, Азербайджан сможет дешевле и быстрее экспортировать свои ресурсы на другие рынки, в том числе в Индию и Китай через Израиль. Да, здесь нужно отметить, что именно экономическое сотрудничество как раз-таки сейчас стоит во главе угла, и, конечно, это является очень важным драйвером в отношениях между Азербайджаном и Израилем. Здесь нужно учитывать, что как раз-таки на юге страны, который сейчас практически полностью эвакуирован, активно культивировалось и развивалось сельское хозяйство. Именно этим знаменитая экономика Израиля. И, конечно, очень многие сотрудники различных фирм, организаций сейчас находятся в качестве резервистов либо на севере страны, либо на юге, что, безусловно, также оказывает огромное влияние на экономику. И правительство страны заявляет о том, что сейчас рассматривается несколько вариантов по поддержке населения в это непростое время. Ну и активно привлекаются волонтеры для того, чтобы помогать собирать урожай на юге страны. В целом, конечно, ситуация для Израиля непростая, учитывая то, что с момента начала боевых действий прошло уже больше месяца. И вот такое состояние неизвестности, в котором находится сегодня как страна, так и ее, безусловно, общество, в том числе влияет на экономическое и моральное состояние населения, которое пытается сейчас уже, несмотря на боевые действия, жить все-таки обычной жизнью настолько, насколько это возможно. Спасибо, спасибо большое. Эльмира Мусазаде выходила на прямую связь из Тель-Авива. Спасибо, Эльмира. Эльмира Мусазаде выходила на прямую связь из Тель-Авива. Спасибо. Спасибо.